Музыка 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 Итак, приступаем к приготовлению тортика. Покажу вам продукты, которые понадобятся для коржа. На самом деле, мне кажется, многие знают этот рецепт. Он достаточно популярный, известный. Но я вот решила приготовить и показать вам процесс. Может быть, кто-то и не знает. Итак, нам понадобятся муки 235 грамм. Сода 7 грамм. Далее, соль 1 чайная ложка. Какао 65 грамм. Сахар 300 грамм. Яйца 2 штуки. Сливочное масло 60 грамм. Оливковое масло или подсолнечное, или вообще любое растительное. Понадобится 60 грамм. Далее, молоко 260 миллилитров. И уксус. Либо винный, либо яблочный. В общем, по рецепту лучше использовать уксус не больше 6%. Ну, собственно, у меня вот яблочный. Ну и теперь начинаем приготовление тортика. Смешиваем все сухие ингредиенты для начала. И затем добавляем все, так сказать, влажные ингредиенты. Сливочное масло нужно предварительно растопить. Я это сделала в микроволновке. И также я не сказала, уксуса нужно 2 чайные ложки. И добавлять их нужно в самом конце. Все это добавляем и затем перемешиваем, взбиваем миксером. Вот такая консистенция получилась. Это не комочки, как можно подумать. Это просто такие пузырики на поверхности. Это не комочки. И затем я беру такую вот форму силиконовую. У меня диаметр 20 сантиметров. Чуть-чуть смазываю ее сливочным маслом. И отправляю все это в духовку 180 градусов до готовности. Готовно, соответственно, проверяю зубочек. Итак, корж у меня испекся. Где-то около часа он у меня провел в духовке. Я его вытащила из формы. И вот он в таком у меня перевернутом виде на решетке будет лежать до полного остывания. Ну что, корж полностью остыл. И вообще он сам по себе безумно вкусный. Я часто выпеку и мы его едим как пирог. У него такой насыщенный шоколадный вкус. И он очень быстро просто готовится. Поэтому я часто выпеку не как торт, а как пирог просто. И сейчас я его заворачиваю в пищевую пленку. И убираю в холодильник часа на два. Лучше вообще на ночь. Но у меня мало времени, поэтому я только на два часа где-то уберу. И потом уже буду разрезать. Можно, конечно, сразу разрезать. Но на самом деле он лучше, когда он лежит в холодильнике. Он как бы как напитается изнутри, становится таким прям влажным. И намного легче режется. Это уже проверено. Начинаю готовить крем. Для него мне понадобятся сливки 33% для взбивания. У меня здесь 500 грамм, по-моему, да, 500 грамм. Дальше вот такой творожный сыр. Я покупаю в Виолетте. Ну, можно на самом деле любой. Здесь 400 грамм. И также я уже сделала сахарную пудру. Ну, в общем, смолола сахар в кофемолке. Ну, не скажу, сколько здесь грамм. Я обычно вообще добавляю по вкусу. То есть я добавляю и пробую. Ну, тут в зависимости от того, кто любит послаще. Не так сладко и так далее. Предварительно сливки нужно охладить. И желательно и венчик, и мисочку, в которой будете это все делать. Я прямо вот на несколько минут в морозилку засовываю сливки, венчики и саму мисочку. И все. Начинаю для начала взбивать сливки миксером. Итак, взбила сливки до вот такой вот консистенции. Достаточно густой. И теперь добавляю сахарную пудру по вкусу. Буду пробовать периодически. И, собственно, творожный сыр. И все это взбиваю миксером. Так же. Вот такой у меня получился крем. Немножечко он густоват. Потому что я сильно взбила сливки. Не надо было, наверное, так сильно. Ну, да ладно. Ну, вот он такой вот получается воздушный. Безумно вкусный. Это мой самый-самый любимый крем. И он держит форму. То есть его спокойно можно использовать для капкейков, например. В общем, очень-очень классный вкусный крем. Ну, и теперь я начинаю разрезать корж. И приступать к промазыванию торта. Достала я свой корж из холодильника. У меня где-то 3 часа в итоге там находился. Буду его резать таким вот ножом-струной. И для начала я вот сравняю поверхность. Потому что здесь есть такая вот выпуклость. Я вот этот вот холмик обрежу, бугорочек. И потом уже буду разрезать на 3 коржа. Ну, и приступаю к сборке тортика. Для пропитки я буду использовать такой вот сироп вишневый. Покупаю я его в магните. В общем, он мне очень нравится. Особенно вот с таким шоколадным вкусом. Вообще замечательно сочетается. И крем я буду промазывать при помощи вот такого мешка кондитерского. Буду, собственно, им наносить. Ну и все. Начинаем процесс. Продолжение следует... Вот так вот у меня получилось. Конечно, не идеально. Ну, я так себе кондитер. Точнее, никакой не кондитер. И теперь я ставлю торт в холодильник до пропитки на ночь. И завтра буду его как-нибудь украшать. Итак, торт постоял у меня в холодильнике целую ночь. И сейчас я буду его чуть-чуть украшать. Но особо без изысков. Решила украсть его шоколадом. У меня вот такой шоколад бабаевский. И я сейчас его немножко растаплю. Растапливать я буду положу в пакетик. Здесь я налила горячую воду. И опущу этот пакетик в горячую воду, чтобы он растопился. Пакетик в горячую воду. Пакетик в горячую воду.